Давайте немножко новостную политику обсудим. Вот сейчас популярный такой тренд. Жерар Депардье, потом Самина Сири, француз просит российское гражданство. Рой Джонс, боксер, получил его позавчера или в пятницу, уже не помню. Как вы думаете, что это за тенденция такая? Почему все решили стать россиянами? Ну, во-первых, Жерар Депардье, несмотря на свой огромный, талант актера действительно мирового класса, мирового уровня, он всегда был очень эксцентричным человеком. Достаточно вспомнить, как он разъезжает на своем мопеде по улицам Парижа, попадает вечно в всякие передряги, дозы вина, которую он выпивает, там 10 или 20 бутылок, куда влезает, не знаю, дай бог ему здоровья, конечно. И я думаю, что в какой-то момент, подружившись с нашими русскими ребятами, а я даже одного из них знаю, они ему начали, наверное, капать на мозги в плане того, что сколько денег он выбрасывает на налоги во Франции, почти 50%, и Жерар Депардье на старости лет загрызла жаба. Он подумал, а и в самом деле, поеду я ка в Россию и буду платить там 13%. Вот. Ну, такой экономический момент. А второй момент, у него паспортов штук 15 или 20, по-моему. Поэтому говорить о том, что он гражданин России, я думаю, не приходится. Он и гражданин, кажется, Черногории, и гражданин там еще каких-то странных. В общем, ну, коллекционирует человек паспорта. А что касается других, вот актер из фильма «Такси», если помните, такой был, там, главную роль сыграл сами на серии, или Рой Джонс, боксер, вот, пятницу получил в России. Ну, экономический момент, мне кажется, работает, экономический, потому что в самом деле у нас очень низкие налоги по, так сказать, по прибыли, да. И люди, когда зарабатывают большие деньги, им собираются платить налоги, им жалко отдавать такую огромную сумму, вот и все.